Любишь старые игры на ПК? Пою с канал с прохождением культовых игр, с веселыми комментариями Воли Ченнел. Сейчас на канале выходит летсплей по игре Сталкера, также скоро будет выходить прохождение Far Cry 3, Half-Life, Metro, GTA и многое другое. Подписывайтесь на канал, ссылка в описании к ролику. Доброго времени суток, жители планеты Земля. Вот и настал тот момент, когда ко мне приехали все комплектующие для моего нового компьютера, деньги на которые появились лишь благодаря вам и вашей поддержке. Спасибо вам огромное, я это очень ценю. Ну а сейчас, без лишних слов, перейдем к самому ПК. Сразу хочу уточнить, что эта сборка нифига не бюджетная, а скорее наоборот. Она состоит из элементов, которым можно уверенно закрепить хэштег «Переплата». И еще, единственная вещь, которая осталась от старого ПК, это видеокарта в лице GTX 1060 на 6 гигабайт от Полит, с двумя вертушками. На момент покупки, именно на ноябрь 2016 года, она стоила где-то 250 евро. Сейчас же цена, конечно, немножко выше. Вот так вот спонтанно мы начали с видеокарты, а теперь перейдем сразу к самому дорогому компоненту этого компьютера, в виде топового процессора потребительской линейки компании Intel, Coffee Lake, а именно i7-8700K. Шестиядерный 12-поточный прост, который обошелся примерно в 350 евро. Стоп. А где Ryzen? Ты что, голубой? Прост без прибора под крышкой? Ты ебов... Не буду разглагольствовать, просто покажу данное голосование, которое все скажут за меня. Стоит признать, что коробка, в которой поставляется процессор, лютый трэш. Особенно по сравнению с процессорами AMD. Особенно за такую цену. ОЗУ, или же оперативная память, которая сейчас стоит... Немало же денег, в общем, это в какой-то степени уже народный, наверное, Патриот Вайпер 4, у меня кит на 16 гигабайт, две плашки по 8, родная частота 3000 МГц, и за это добро пришлось отдать чуть более 180 евро. Это один из тех комплектующих, от которых я бы открепил хэштег переплата, ибо по сути это лучший вариант за свои деньги. Особенно сейчас. А, и да, это четвертое поколение оперативки, то есть DDR4, ну так, на всякий случай сказал. Пришло время матери. Если что, я про материнскую плату. Это у нас Esrock Extreme 4 на чипсете Z370, 150 евро. Имха это лучшее решение, так как вроде не совсем днище. Довольно большое количество портов для всего, что только нужно, и подсветочка есть, но и за бренд, и RGB прибамбасы не переплачиваем. Поэтому эту мать можно было бы вполне тоже вычекнуть из списка переплат, если бы не сам чипсет, который является сам по себе переплатой, особенно для того, кто не является оверклокером. Только вот где B и H версии 300 линейки? Непонятно. Чуть не забыл. Данная материнка не поддерживает процессоры шестого и седьмого поколения. В принципе, об этом знают все так-то. Пришло время охлаждения, и это водянка. Причем не самая простая и дешевая, даже из двух секционок. Exclusion 240 от компании LEPO, о которой вы, наверное, и не слышали. В принципе, как и еды до недавнего времени. Обошлась эта бандура в 90 с чем-то евро, что весьма недорого на самом-то деле. Отличительной особенностью являются прозрачные трубки, по которым льется жидкость. В комплекте идет три красителя, красный, синий и зеленый, а также термопасты. Мой выбор полно синий цвет. Еще можно лицеслить, как в этой здоровенной камере циркулирует жидкость. Выглядит прям... Жесткий диск. Самый скучный компонент, поэтому кратко. Тошиба, или Тошиба, на 2 терабайта, буфер 64 мегабайта, 7200 оборотов. Все стандартно. Ценник 82 евро. SSD от компании Crucial. Модель MX300 на 275 гигабайт. 80 евро. Крутой внешний вид, последовательная запись до 510 мегабайт в секунду, от чтения до 530 мегабайт в секунду. Что совсем немало. Только у всего этого есть одна заголоска в виде типа памяти. А именно TLC. Хоть и 3D NAT, но MLT было бы получше. Увы. Блок питания на 700 ватт от компании Thermaltake. Линейка RGB Smart. О нем я могу сказать еще меньше, чем о жестком диске. Красивенький такой, сексуальный. Нихрена не модульный и не полумодульный, а проводов до хера. Из-за чего кабельный менеджмент был дьявольски неудобным. Так как больше половины проводов нафиг не нужны. Этот БП отличает его от остальных действительно маленькая стоимость в 60 евро и подсветка кулера. Которая не видна из-за кожуха корпуса. Но да ладно. Кстати о корпусе. За что я реально переплатил, так это за него. Был даже вариант взять NZXT, но я решил еще больше зашквариться и заказать корпус. Это AeroCool Project 7 C1 Pro за 150 евро. И это секс-бомба. В комплекте идет 4 вертушки, 3 на вдув, у которых есть RGB подсветка. А вот задний кулер ее не имеет. Да и вообще он параша, поэтому был заменен другой из старого ПК от компании Deepcool с синей подсветочкой. На лицевой стороне еще есть, назовем это обводкой, у которой также есть RGB свечение. Вся боковая сторона этого ящика состоит из закаленного стекла. Одна из основных причин, почему мой взгляд упал именно на этот корпус. А еще у меня белая его версия, так как на ней пыль хуже видна. В комплекте еще есть распределительный хаб P7H1, в который можно втыкнуть до 5 дополнительных кулеров, плюс подсветка. Короче, корпус четкий, но дорогой. Ах да, вот так вот выглядит внутри мой старый корпус и комплектующие на момент снятия ролика. А теперь пришло время посмотреть на то, что получилось в итоге. Плавно перейдем к никому не нужным тестам. Итак, полный дефолт, i7 стоки, турбобуст до 4,4 ГГц, память работает на частоте 2400 МГц, но видеокарты, естественно, тоже без разгона. Все тесты проводились с разрешением Full HD, вся нужная информация, а именно частота ядер, загрузка ЦПУ, ГПУ и АЗУ, а также температура, будет отображаться в верхнем левом углу. Не будем медлить, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Что можно сказать по итогу? Да я не знаю, все же очевидно, это ТОП-машина! Последующие годы можно только менять видюху и не париться ни о чем. А если учитывать разгон, то же не малина, всем спасибо. Спасибо всем, кто смотрел стримы. И особенно спасибо тем, кто их поддерживал финансово. А теперь можете поставить лайк и подписаться. Ведь я наконец выпустил видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok